Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заведующая поликлиническим отделением номер 4 Люберецкой областной больницы Регина Викторовна Вуколова. Здравствуйте, Регина. Здравствуйте. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот мы о диспансеризации с вами и с вашими коллегами говорим очень давно. Ну, наверное, года 3-4 вот так активно. Есть какие-то изменения, сдвиги? Народ пошёл или по-прежнему не все ещё, так сказать, озаботились диспансеризацией? Ну, сознание растёт. Растёт. Растёт, да. Это уже радует. Это радует. Причём у разного возраста растёт. Вот. И молодые начинают думать о своём здоровье, и, соответственно, пожилые люди, и среднего возраста, как только пограничное состояние у которых. То есть это радует, да. Люди... Ну, хотелось бы ещё, знаете, как вот такой вопрос поднять, для чего всё-таки нам нужна диспансеризация? Ага. Потому что не все ещё пока это осознают и понимают. Вот, ну, пришёл, ну, сдал анализы, а дальше что, да? И вот хотелось бы разъяснить всё-таки, для чего. Да, давайте мы сейчас как раз этим и будем заниматься. Но прежде давайте оттолкнёмся от самого простого понимания, как мне кажется, большинства людей. Ну, есть люди, конечно, которые озабочены своим здоровьем. Очень часто эти люди довольно здоровы, но они очень любят посещать врачей, чтобы убедиться, что они таки здоровы. А есть, как на мой взгляд, число людей гораздо больше, которые вспоминают о больнице, о врачах, только уже когда, ну, совсем плохо. Некоторые боятся идти к врачу в любом возрасте, некоторые боятся в зрелом возрасте идти, потому что вдруг что-то найдут. Ну, такая психосоматика, правильно я говорю, есть такое понятие? Правильно, правильно, есть такое понятие. Третий момент – это то, что у меня ничего не болит, у меня всё замечательно, хорошо, и не надо меня проверять, а то проверят, и у меня жизнь изменится. В общем, короче говоря, есть такая боязнь посещения поликлиники именно с точки зрения профилактики. Когда заболела, понятно, что ты идёшь к врачу. Вот как эту такую психосоматику поменять у населения? Это надо сдвинуть. Сдвинуть мало того, что это должны работать доктора, объясняя на приёмах какие-то лекции, что нужно заботиться о своём здоровье. Плюс это должно самосознанию человека сдвинуться в эту сторону. Потому что, ну, для чего же мы опять вернёмся к этому вопросу, для чего нам нужна диспансеризация? Диспансеризация нужна для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, определения факторов риска заболеваний. Куда оно может потом вылиться? Куда оно может, да, вылиться. И помимо этого выяснить наследственный фактор, есть ли у человека что-то, вот, наследственное заболевание у родителей, у родственников. И в результате этого врач, когда человек приходит к нему на диспансеризацию, он всё это выясняет путём составления анкеты. Пациент отвечает на вопросы. И дальше уже врач проводит, помимо того, ещё дополнительное какое-то обследование. Диспансеризация минимум идёт с 18 до 39 лет, и диспансеризация в этом возрасте человек проходит один раз в три года. После 40 лет ежегодный осмотр врача должен быть. Ну, что логично, потому что человек уже переходит, ну, как из горки потихоньку начинает движение. Поэтому, чтобы эта горка была как можно дольше продолжалась, нужно за собой следить. И как можно плавнее она должна быть. Плавнее, да, то есть горизонтально. Горизонтально, а не круто вниз. А что, 18 лет тоже надо профилактировать? Обязательно. Начинаем диспансеризацию проводить с 18 лет, но раз в три года. Ну, то есть даже на таком раннем возрасте практически между ребёнком и взрослым человеком уже может врач что-то увидеть, какие-то возможные векторы направления каких-то заболеваний, да? Да, да. И по результатам диспансеризации врач, соответственно, проводит с пациентом беседы по образу жизни, по наблюдению дальше за дальнейшим со своим состоянием. Если вдруг выявляются какие-то дополнительные патологии, да, то дальше отправляем на второй этап диспансеризации, более углубленное, которое проводят либо специалисты, иногда по результатам диспансеризации направляем на высокотехнологичную помощь даже. То есть поэтому это должно вот в самосознании сработать человека так, что вот да, в 40 лет ежегодно мы планируем с вами отпуска, правильно? Мы должны планировать и проведение диспансеризации. Да, я думаю, что это, наверное, было бы правильное такое решение, тем более, что государство пытается там и дополнительный день дать, выходной еще какие-то, и некоторые предприятия дают какие-то, ну, скажем так, льготы, да, по отношению к этой диспансеризации. Но тем не менее, возвращаясь к некому психологическому элементу, мы, конечно, я уж точно не психолог, а любой врач, наверное, он психолог прежде всего, тут важен, наверное, такой момент, что почему-то человек не понимает, что от здоровья у него дальнейшая судьба складывается. То есть работа, работоспособность, рождение детей, появление семьи. Ну, я не знаю, потому что одно дело, если ты один живешь, ну, ладно, там еще как-то следишь за собой, не следишь, ну, как бы твои проблемы. А когда ты в социуме, когда от тебя зависит твоя семья, твои родные и близкие, твои профессиональные коллеги, да, с которыми ты работаешь, которые под тебя завязаны, и вдруг ты раз начинаешь болеть, 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 а иногда это может вообще закончиться, да, летальным исходом. То есть у нас почему-то нет в крови, наверное, этого понимания самосохранения. То есть мы как бы сами себя разрушаем постепенно. Ну, так нельзя говорить. Ну, я так громко. Ну, чтобы испугать, чтобы испугать, да. Нет, все-таки все равно человек, он должен понимать, должен... Для этого вот и существуют развивающиеся всякие программы, да, объяснять нужно, почему это. Понимаете, вот то, что вы сейчас все рассказали, это называется сохранение качества жизни у человека. Все это одним словом таким емким, да. То есть ранние выявления, что такое ранние выявления? Вовремя начатое лечение, оно уже дает уменьшать инвалидизацию, это во-первых. И во-вторых, оно продлевает жизнь. Мы же боремся вот именно диспансеризация с чем? С этими вот двумя явлениями. Чтобы человек вот просыпался радостный, у него ничего не болит, у него все нормально, он идет с радостью на работу, у него здоровая семья. Все это вот в рамках диспансеризации тоже. А вообще, когда впервые начали задумываться, наверное, еще в Советском Союзе, да, диспансеризация как, ну, неком таком, о методе, который, ну, всегда проще что-то решить до того, как уже такой очаг, что ты уже только там хирургическим вмешательством можешь решить. Это долгая история диспансеризации как способа вот существования современного человека? Ну, она была и ранее диспансеризацией, но она чуть-чуть была по-другому. Ранее, вот, я помню, пришла после института, мы выходили на предприятие. Парсиональная была такая. Да, и у нас были определенные дни, мы выходили на предприятие, выходили специалисты, выходили, брали анализы там, офтальмологи, хирурги, и проверяли пациента, все равно это было. Сейчас оно все по-другому. Ну, вероятно, из-за того, что много получилось, появилось, вернее, неорганизованного, наверное, населения. Да, частные люди, как частные предприниматели работают. Да, частные предприятия, да. Самозанятые, как у нас сейчас говорят такое слово. Поэтому вот это все осталось на уровне поликлинических отделений, и приглашают в поликлиники. У нас вот в Люберецкой областной больнице взрослых 12 поликлинических отделений, и в каждом отделении организован кабинет профилактики, то есть куда человек может записаться, пройти и пройти диспансеризацию. Конечно, в рамках диспансеризации мы должны проходить флюорографию, маммографию. Это такие вот обследования, которые есть не во всех поликлиниках, но они не должны быть во всех поликлиниках, потому что это тяжелое оборудование, оно рассчитано на определенное количество населения. Поэтому у нас создана маршрутизация. Мы из поликлиник направляем в другие для прохождения всего этого. Ну вот мы во второй части конкретно поговорим о схеме, да, работаем вот самого подхода к диспансеризации от того, как человек узнал, решил пойти и так далее. Ну, проведем этот как бы с ним какое-то время. Почему? Потому что это очень важно, чтобы люди поняли, что это несложно. Потому что, опять же, у многих возникает ощущение, но те, кто редко ходит в поликлинику, что очереди, что куда-то надо идти, записываться, что меня никто нигде не ждут, ну и так далее. Есть же такой, да, подход. Те люди, которые чаще в поликлинику ходят, они, конечно, знают, что это не так. Я вот еще хотел какой вопрос адресовать. Правда ли, что все-таки любой врач заинтересован в том, чтобы люди пораньше... Ну, то есть, когда ты... Даже еще болезни нет, но есть предрасположенность. Ну, не знаю, там, лишний вес, понятно, что это может тоже привести к какому-то там целому ряду заболеваний. Потом, после пандемии, я так понимаю, все-таки мы поняли, что она, ну и до сих пор, видимо, от нее какие-то остатки остаются. У людей, которые перенесли, даже с более-менее молодым населением общаешься, они говорят, что вот, ковид был сложный, тяжелый, какие-то явления остаточные есть. То есть, к чему я веду? Врачу легче говорить с человеком до того, как наступают серьезные последствия. Ну, конечно, потому что могут последствия, которые бывают еще, к сожалению, и необратимые, и вовремя неначатое лечение, они усугубляют состояние человека. Но вот вы вспомнили пандемию, я хочу сказать, что у нас в рамках диспансеризации проводится еще углубленная диспансеризация, как раз для тех пациентов, которые перенесли ковид. И этих пациентов также врачи участковые вызывают к себе на осмотр, приглашают к себе, чтобы они прошли. Может пациент и сам прийти, написать заявление и пройти углубленную диспансеризацию? Посмотреть, что там с ним происходит. Да, что с ним происходит. Тем более, что мы понимаем, что как бы мы не хотели все-таки до конца еще даже последствия ковида, когда человеку уже все нормально, все хорошо, но мы до конца все-таки еще не так много знаем про ковид, чтобы быть уверенными, что он прошел бесследно. Бесследно. Конечно, приходит, и мы проводим эту углубленную диспансеризацию. Там же в основном нужно что проверить? Как функцию внешнего дыхания, как работают легкие после перенесенного ковида, как сердечно-сосудистые системы, потому что в зависимости от тяжести болезни были осложнения и вот на эту сердечно-сосудистую систему. Поэтому мы все проверяем, все смотрим. Ну, во второй части, напомню, мы поговорим с вами о том, как проходит документный оборот, что ли, как прийти, куда записаться, сколько времени потратится. Но завершая первую часть, скажите, есть какая-то реакция от людей, которые прошли диспансеризацию, ну, например, когда у человека что-то обнаружили и вовремя начали лечение? Или, наоборот, человек слишком переживал, что он, что-то у него там, а ему сказали, да нет, все хорошо. Какая-то обратная связь существует о диспансеризации сегодня? Ну, обратная связь, спасибо. А, спасибо. Спасибо. То есть это есть? Есть, конечно, конечно. Конечно, вы понимаете и доктор, когда, проведя диспансеризацию, видя у человека, что все у него хорошо и все нормально, но, естественно, он с легкой душой и с радостью говорит, у вас все хорошо. А потом, как часто можно диспансеризацию проводить? Раз в год. Раз в год. Это уже после 40 лет. А до 40 лет? Раз в 3 года. Раз в 3 года. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях заведующая поликлиническим отделением номер 4 Люберецкой областной больницы Регина Викторовна Вуколова, с которой мы говорим о теме диспансеризации. Продолжим в второй части. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Регина Викторовна Вуколова, заведующая поликлиническим отделением номер 4 Люберецкой областной больницы. И у нас разговор о диспансеризации, мы говорим об этом во многих наших медицинских эфирах, но возвращаемся вновь и вновь к этой теме, потому что не все до конца понимают, зачем нужна диспансеризация. Вот такой любопытный вопрос, ну если бы за это просили какую-то сумму денег, даже самую маленькую, мне кажется, что, наверное, люди готовы были бы платить и идти, потому что, раз платят деньги, значит, надо идти делать. Здесь же абсолютно бесплатно тебе государство дает возможность проверить себя, не кого-то, а именно себя, своих родных, близких, ну, кого ты убедишь в этом. И люди почему-то не решатся на этот простой, ну, скажем так, это же даже не эксперимент над собой, но ведь интересно узнать, что там внутри тебя происходит, опять же, для твоего собственного здоровья. Мы остановились в первой части на схеме. Может быть, многих отталкивает то, что они должны потратить какое-то время записаться. Как я уже говорил, думают, что может быть очередь, а у них, может быть, с работы не отпустят. Как эта схема вообще работает? Человек может... У нас в каждом поликлиническом отделении есть кабинет профилактики, в котором выставлено расписание. И в этот кабинет в удобное для себя время человек может записаться и пройти диспансеризацию, прийти к определенному времени. Мало того, весь январь все поликлинические отделения работали по субботе для работающих людей, для тех, кому это удобно не в будние, а вот именно в субботу провести диспансеризацию. У нас и врачи работали, и медсестры, которые проводили обследование, и работали оборудование флюорографии, маммографии, которых тоже в первом этапе диспансеризации нужно проходить. Поэтому, пожалуйста, приходите в удобное время. То есть вы идете на... Вы как это? Максимально пытаетесь упростить для людей возможность прохождения этого осмотра. Но давайте мы теперь еще раз напомним нашим телезрителям, что... Вот возьмем диспансеризацию... Ну, я так понимаю, она одинаковая, просто одна раз в три года, другая раз в год. Что входит в диспансеризацию? Вот с самого начала человек решил пройти диспансеризацию. Он должен записаться, либо сам прийти, да, либо воспользоваться интернетом можно, да, записаться через... Он приходит к врачу. Врач начинает с ним беседовать, собирать анамнез, собирает анкетирование, проводит, вернее, у пациента анкетирование. Интервью такое медицинское. Да, для выявления наследственных каких-то заболеваний, либо для выявления жалоб пациентам в данный настоящий момент. Далее врач составляет маршрут пациента, какие обследования ему надо проходить. Но на первом этапе это общий анализ крови, это глюкоза крови, это холестерин, это измерение внутриглазного давления, это электрокардиограмма, это флюорография, это маммография. И по результатам вот этих всех обследований плюс по результатам анкетирования врач уже создаёт себе как бы дальнейшее ведение пациента. Либо он говорит, что у пациента всё хорошо и ждём вас через год, либо он направляет его на второй этап, где происходит более углубленный осмотр. На втором этапе он может направить пациента к любому специалисту. Это офтальмологу, хирургу, урологу и так далее. И дальше уже по результатам обследования у этих специалистов, мало того, специалисты могут направить на дополнительные обследования инструментальные. И уже после его результата уже врач решает вопрос. Либо он берёт человека на диспансерный учёт, либо он то, что подозревали, да, всё это ушло, ничего нет, человек здоров, он продолжает так же трудиться. Либо он даёт какие-то рекомендации в виде профилактического консультирования по образу жизни, по приёму препаратов, по, может быть, оперативной какой-то лечении человеку требуется. Вот таким вот. И вот скажите, те люди, которые приходят, они не чувствуют там, ну, я так понимаю, очереди нет, потому что всё по записи, по идее, происходит, да? Тем более это не... Ну, одно дело, когда человек приходит в поликлинику, скажем, в направлении, когда люди болеют, там могут быть где-то кого-то чуть-чуть подзадержали и так далее. А здесь всё-таки более такая, ну, свободный, что ли, да, доступ для разговора. Вот если у человека, например, обнаружили какие-то, ну, нехорошие направления заболевания, он потом приходит уже лечиться в следующий раз, то есть после... Ну, вот он говорит врач, вот давайте мы проведём осмотр там, или вот вам нужно какое-то оперативное вмешательство, ну, и так далее. Дальше этого человека уже направляют, каким образом это происходит, если действительно что-серьёзно? Ну, если серьёзно, то, конечно, направляет, и дальше с пациентом занимается профильный специалист. То есть не врач-терапевт, если ему требуется какое-то хирургическое вмешательство, да, а, например, врач-хирург или врач-уролог. И дальше уже направляют пациента и решают с ним дальше его вопрос по поводу лечения. Хорошо. Вот такой вопрос. На сегодняшний день мы смотрим, что и Министерство здравоохранения, ну, то есть все люди, все чиновники от медицины, назовём их так, они внимательно следят, сообщают нам, ну, это вот как в пандемии, был такой период, когда врачи у нас были самыми главными везде. Насколько требуют от вас каких-то цифр, что не три человека диспансеризацию прошло там, а 33? Вообще есть какие-то сегодня документы оборот, есть такое требование, не заставляют вас, но я понимаю, что это, наверное, сложный вопрос, тем не менее. Нету такой вот, как это, погони за этой диспансеризацией? Ну, что значит погоня за диспансеризацией? Мы с вами вместе, я со стороны врача, вы со стороны пациента заинтересованы в этом мероприятии. Это да, мы с вами, да. Мы с вами очень заинтересованы, поэтому врач, конечно, он направляет пациент, который к нему обращается с какими-то проблемами, да, он ему всегда предлагает пройдите диспансеризацию, посмотрите, что там у вас внутри, как дальше вот в себя вести. То есть это тот момент, когда, например, человек приходит на приём, и не один раз, да, ну, часто там за один год, понятно, что любой человек уже должен понять, что какая-то тенденция, ну, там с сердцем, например, условно возьмем, да, проблемы. Вот тот приём, который обычно происходит в поликлинике, вот он у нас регламентирован и так далее. Правильно я понимаю, что врач, таким образом предлагая пройти диспансеризацию, как бы говорит, что у вас в обычном приёме меньше времени, а когда вы придёте на диспансеризацию, там более глубоко изучат вашу проблему, и вам не нужно, может быть, будет потом приходить, вот каждый раз вновь там у вас сердце закололо и так далее, потому что уже будет лечение назначено, верно? Ну, конечно, и не просто, как вы привели пример, сердце, да, приходят и молодые, и всякого возраста с какими-то простудными заболеваниями, понимаете, ну, переболел пять дней, прошло и всё, и ушёл спокойно. Ну, когда врач его выписывает к труду там или закрывает этот случай лечения, да, он ему предлагает пройдите диспансеризацию, посмотрите, потому что это простуда простудой, а там, может быть, и более глубоко что-то у вас в организме, что нужно выявить и вовремя начать лечить, чтобы вот действительно, ещё раз повторяюсь, качество жизни было хорошее. И просто там вот бесконечно принимать таблетки, да, а себя поддерживать. Тем более это и не очень дёшево ещё. И не очень дёшево, да. Лечение всегда дорогое удовольствие, поэтому, пожалуйста, надо заниматься профилактикой. То есть профилактика дешевле? Дешевле, однозначно. Скажу, отличный, кстати, вариант. Профилактика дешевле, чем лечение. Возвращаясь к вам, к вашим коллегам, вот это такой ещё важный момент, что, как вы говорите, существует некая маршрутизация, да, когда приходит к вашему поликлинической отделению, но если у вас чего-то нет или не предусмотрено, то вы отправляете в другую, да? Как это работает? Мы не просто отправляем, мы записываем также пациента, чтобы ему не терять время. То есть он знает, в какое время? Знает, в какое время, в какое поликлиническое отделение. Он придёт туда и сделает это следующее обследование. То есть у вас связи все эти работают чётко? Конечно. А к вам тоже кто-то может прийти из другой поликлиники? Ну, к нам может прийти из другой поликлиники, если, например, доктор заболел, доктор в отпуске, да, а процесс-то продолжается, всё равно же надо. То есть по время записи ему могут предложить, что вы можете прийти там условно не во второе поликлиническое отделение, а в четвёртое можете прийти. Да, можно и так, да. Да, человек может прийти, может подождать, отказаться, потом прийти опять во второе и так далее. Да, 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 совершенно верно. Хорошо. Врачей хватает сегодня для диспансеризации? Врачей хватает, хватает, да. То есть тут ещё такой важный момент психологический, что некоторые тоже думают, я слышал такое, что вот когда врач сидит, ну, терапевт на приёме или там уролог, или, значит, хирург, ну, на обычном приёме, да, вот, это одна история. А когда диспансеризация, что, типа, это какая-то другая история, что меньше внимания будет, чем, например, вот во время непосредственного обращения больного, развейте этот миф. Нет, ну, на диспансеризацию у нас выделен врач. Специальный? Специальный, который сидит и принимает именно пациентов, пришедших на обследование. И мало того, врач может, у нас сейчас очень развиваются телемедицинские технологии. И по результатам первого этапа врач может позвонить, даже пациент может не приходить узнать результаты. Врач просматривает, естественно, все анализы, которые сдали, да. Он звонит пациенту и говорит, у вас всё хорошо, вы можете, да. Живите спокойно. Живите спокойно, да. Если, конечно, что-то, он находит какие-то изменения, конечно, приглашает к себе и начинает дальше работать с этим пациентом. А вот из вашего опыта, какие в основном заболевания можно увидеть или, так сказать, намёки на заболевания после диспансеризации? Чем сейчас больше всего болеют люди, или даже не болеют люди, а у которых есть предрасположенность к каким заболеваниям? Ну, вот эта диспансеризация, она настроена на выявление таких заболеваний, как сердечно-сосудистые системы, онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания бронхолёгочной системы. Как раз вот бронхолёгочная система – это последствия ковида. Ковида. Да. И сахарный диабет – то же самое. Ведь много лет может человек ходить и не знать, что у него повышен сахар. И организм постепенно адаптируется. Были же случаи, когда приходили с высокими сахарами, впервые выявленными, и пациент не знал об этом. Узнавал вот в программе диспансеризации. Так же, как повышенный холестерин. Тоже это уже все люди сейчас знают, чем это грозит. Да, повышенное какое-то заболевание сердечно-сосудистой системы. Вот поэтому вот… Вот вас так послушаешь, и хочется сразу бежать в поликлинику. Очень рада вам будем. Регина Викторовна Вуколова, заведующая поликлиническим отделением номер 4 Люберецкой областной больницы, была гостьей нашей сегодняшней программы. Мы желаем вам, чтобы диспансеризация шагала широкими шагами, вот так вот скажем, удвоим это слово широко, для того, чтобы все-таки население наше, как вы говорите, жило полной жизнью и ощущало качество жизни, все эти плюсики и минусики, чтобы плюсиков было больше, чем минусиков. Называя специально уменьшено, чтобы все было равномерно. Но каждый приход к врачу, конечно же, зависит прежде всего от пациента. Мы с вами сегодня все, что могли, сделали. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова